доброго времени суток youtube здравствуйте друзья гости и подписчики моего канала сегодня по просьбам и скажем так но и обещал я у меня традиция такая на канале вот вот спустя до такая рубрика вот сегодня расскажу вот этой вот катушечки которая у меня уже вот или надо чуть больше вот и анонсирую какое будет следующее видео поскольку пришла мне посылочка долгожданная из америки там шнурочки тут сейчас вам покажу немножко приманочек в общем есть чем поделиться радостью с вами есть вот чего теперь сравнить как бы шнурочек приехавший из америки ладно об этом потом вот и так катушечка значит катушечка это была куплена в швеции стоила на 90 евро но со скидкой в 70 процентов по моему 24 она обошлась вот видите ценничек наляпан не знаю видно на камеру или нет 70 процентов скидки называется она до сих пор я не знаю как там джек шелдон фиша фишин грилл или real не знаю см у 1500 вот такая вот катушечка значит у меня есть на нее обзор когда она пришла более того я как бы не собирался но так она в видео закрутилась я ее там разобрал показал какие внутри потроха если вам будет интересно посмотреть какие внутри у этой катушки потроха то вот сюда уголочки будет вот такой вот если вы курсорчик наведете на экран вашего плеера до ютубовского монитора он загорится и так будет подсказки вы наведете курсорчик кликните выскочит такая окошечке где будут подсказки вот если вам интересно посмотрите как я разбирал эту катушку чего там внутри ну так в двух словах кому не интересно расскажу про то чего там ну как бы сразу не понравилось это шпулька не не одна тут красная красивая шпуля просто я на эту поставил и ну как бы не убирал значит сразу что не понравилось в этой катушке что здесь ролик леска укладыватель он прямо на таком штуке стоит то есть даже втулки нет просто ролик одевается но конструкция такая и заменить его там или поставить хотя бы втулочку никаких проблем вернее никаких никакой возможности нет вот это сразу напрягло ну думаю мало ли в конце концов я ее не брал как основную эту катушку это катушка была куплена перед скидка приличная очень красивый внешний вид от чего не отменяешь так это очень красивый внешний вид и ну скажем так как запасная как ультравайтовая весила она по-моему 211 грамм если мне не изменяет память часа посмотрю проверю 207 грамм но это пластиковая шпуля скорее всего с металлическим металлической шпуле 211 грамм то есть в принципе для ультравайтовой ловли катушка по весовым параметрам самые девки огурец начну из приятного значит у нее нормальный хороший ход то есть она абсолютно ну в адекватной очень легенький и так далее значит ну как она укладывает леску честно говоря ребят тут но не знаю вот для меня категория идеальная не идеально для меня идеально намотанная леска это тогда катушка не бросает петель вот тогда это идеально а если там бугорки или подбурки ну вот так вот она намотала эту леску не знаю для кого это идеально для кого не идеально мне все равно скажу так из тех не очень многочисленных рыбалок которые рыбачил я которые рыбачила моя жена мой сын и даже невестка подержала эту катушку в руках то есть абсолютные новички она не бросила ни одной петли то есть при вот этой вот но не совсем как многие посчитает идеальной намотки лески это катушка не бросает петель на всяком случае у меня на плетенке на петель не бросала что еще из позитива она прекрасно вот как бы ложится к ультралайтовому спинину который скажем так до 5 грамм да то есть она не большая она вот ну не знаю если сравнивать наверное с моей ультегрой она может быть чуть-чуть и побольше вот чуть-чуть а может быть и такая же сейчас посмотрим прошу прощения вот смотрите вот если сравнить визуально внешне нет ультегра наверное еще и побольше ну или практически одинаковая вот вот такая вот она на внешний вид вот ручка здесь не вкручивающаяся здесь ручка но стандартная вот слаживающаяся то есть она вот вот такой вот механизм шарнирный что хочу сказать изначально вроде как бы катушечка самое то что надо но но вот спустя вот ну началось начну наверно не спустя год а начну с первых рыбалок если вот у кто не видел ну я вот туда же в подсказочке сброшу это видео когда она первый раз увидела рыбу это была весна по моему если мне не изменяет память приехал ко мне андрей маки приехал вася гораевский мы поехали на форельку поскольку вася у меня спрашивал и андрюша там брать мне что-то свое ребят ничего не берите у меня все есть я вам все вам выдам палки дам если надо выдам катушки то есть без всяких проблем ну вот короче говоря это эта катушка я еще тогда обратил внимание вот первая пойманная рыба охарактеризовалась чем то есть вот так вот вот так вот она вообще никаких не этих самых ничего не издает как только на нее садится рыба я не знаю почему она начинает стучать то есть вот под нагрузкой когда ты там вот выматаешь а так дук 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 но не знаю почему короче времени у меня и желание разбираться с этим не было это мы обнаружили на рыбалке вот вася гораевский не даст соврать он ей половил тоже поскольку мне как бы ну я живу катушки упираться мне проще отдать человеку он ее там чего-то вот он над ней усердно там поработает и так далее короче отправил я ее на т.о стасу отправил на т.о стасу стас тут поставил шайбу убрал там какое-какие люфтики убрал вот этот звук который вот именно на вываживание тук 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 рыбка тогда омывалась у нас приличная если мне не изменяет память там и были задвушки то есть несколько рыб были там по два двести по моему я честно говоря не помню да и какая разница ну то есть рыба была серьезная в общем она застучала я ее отправил к стасу стас я сделал то его все нормально выходил я пару раз с ней на головля выходил вот никите я давал ей это самое по моему если мне не изменяет память или вот какую-то палку я с ней тестил то есть я с ней рыбачил она не лежала просто так то есть было два спине на вот один так другой этаке катушка это было в работе не скажу что у хвост и в не скажу вот но она видела ну не знаю там двадцать пять может быть рыбалок вот приблизительно такое количество за год но в основном она использовалась как запасная чего появилась вот опять спустя скажем так ну вот на последней рыбалке буквально на последней вот я ее тоже взял руки там сын взял другой спиннинг я этим начал ловить и и опять именно на рыбе она начала стучать хотя рыба уже была такая до килла там 600 700 800 900 наверное я ее больше не буду отдавать на тву 24 евро вот она застучала так повторюсь вот никаких никаких с 3 особых там стуков грюков шмуков нет чтобы она сильно так залюфтила вот на главной паре вот как мне стас убрал этот люфт ну чуть-чуть есть конечно вот этот люфтик не все-таки уже раку шатался есть здесь есть люфт но не такой что прям критичный можно конечно поставить сюда там одну две шайбы просто некогда этим заниматься мне есть чем ловить я вот это буду это сам не знаю может быть по свободе я и сделаю может быть это вот этот стук может быть и на главной паре я не знаю я тогда со стасом разговаривал мне что-то рассказывал я не помню если он будет смотреть видео пусть напишет под под этим видео в чем там была причина я не не могу разобраться но факт на лицо вот спустя какое-то время она опять начала стучать на рыбе на рыбе то есть под нагрузкой так допустим забрасываешь воплерок колебалочку или там джих то есть ты ловишь ничего не ощущаешь как только у тебя садится рыба она начинает погрюкивать сказать что это все катушки вот такие именно вот такие я не могу у меня это одна единственная не знаю как и чего может у кого есть отпишитесь может у кого-то нормально работает потому что лично мне такое счастье подвалило я сказать не могу но внешний вид конечно изумительный вот такой красный металлик красивая катушенция кроме вот этого стука ну и конечно вот этого мягко выражаясь говеного лескоукладывателя я у них у нее никаких других проблем не обнаружил ну такой средненький бюджетненький китаец который вот человеку который если хочет попробовать а жалко денег выбрасывать вот-вот это вот для этого катушка или допустим я не знаю кстати надо будет на для зимней рыбалки она тяжелая вот на удочку к примеру там поставить вот вот это вот и и как бы там где не нужно особо там ну никаких нагрузок на нее потому что вот застучала она по второму разу хорошая это катушка или плохая ну я не знаю она просто обычная обычная катушка условно говоря очень бюджетного сегмента покупать или не покупать но не знаю я бы не советовал потому что хотя тоже как бы отговорить не имею права потому что я пользовался всего одной повторюсь если кто смотрит и у него тоже есть отпишитесь как ведет ваша может это мне повезло там же жууу у таких производителях она может быть одна совсем другая очень хорошо вот такая вот катушечка вот спустя по остальным значит буду снимать еще видео про дуэл шнурочек ну есть у меня там я просмотрел выбрал то что я как бы уже год юзаю ну или большую часть там к примеру весна лето осень зима что в моем пользовании я обязательно сниму видео ну как бы вы скажу не все положительное сразу скажу не все положительно будет и отрицательную как частности с вот этой катушкой выбрасывайте и не буду она будет как запасная она будет так ну пастевая для кого-нибудь вот сниму видос вот пришли мне из америки тут и фаерлайн и и суффикс пришел и вот такой вот флюрик пишешь пришел я таким никогда не пользовался в общем это отдельно будет видео и будет отдельно видео посвящено будем сравнивать power pro который был куплен в америке приехал сюда из америки и power pro который я покупал в нашем интернет-магазине будем сравнивать с америкосом обязательно постараюсь в ближайшее время снять видео про которое меня вот просили по поводу палок ну вот такое же подобное видео как прояснял про мое отношение к катушкам кстати говоря там некоторые горячие головы меня неправильно поняли или они ну как бы сами себе представляют то что я говорил хотя я такого не говорил я никого не уговаривал покупать только китайские катушки не покупать дорогие я высказал свое отношение к ценообразованию у меня тоже есть катушки за 200 долларов вот если и дороже за 300 я их покупаю вынужденно потому что хуже как ну как бы дешевле катушка хуже ну для моих условий она немножко не такая только это я имел ввиду но выше подыматься это бессмысленная трата в денег то есть у тебя будет улучшение на пять процентов а увеличение цены на сто процентов вот это основная мысль моего видео есть масса катушек которые можно купить ценовом бюджетном ценовом сегменте и меловить всю жизнь не каждому нужны специфические катушки ну это так я отвлекся короче я сниму такое же видео раз вам интересно выскажу свое мнение по поводу палок оно в принципе как бы вроде бы и схоже но с палками не все так просто как с катушками все-таки катушка такой более прямолинейный механизм который вот ну ладно это все в отдельном видео про планы рассказал про катушечку рассказал спасибо большое если вы досмотрели до конца подписывайтесь на канал интересное будет всем мира добра до новых встреч пока